Не знаю, что раздражает меня больше. То, что 26% как-то получили 13, или факт того, что правильного ответа вообще нет в списке. Так, 2 плюс 2 умножить на 4. Ну, первым делается умножение. 2 на 4, 8. И 8 плюс 2 получается 10. Окей, как получили 16, понятно. Просто неправильно выбрали первое действие. Но, блин, как можно было получить 15 или 13, это, конечно, вопрос интересный. Люди, вы чё там? Учитель, текст будет лёгким. Текст. Какой из них красный? Зелёный, красный? Эээээ... Дальтоники в шоке, согласен. Понятие «встраиваемая техника» заиграл новыми красками. Это «встраиваемая» и «выпираемая». Тут пишут, прикол такой, стираешь на Макс-оборотах. На Макс-Максимов-оборотах. Хе-хе, шутки попёрли. Она вылетает и уходит. Такая, пошли вы все, я ухожу и ушла. Фото полосатого австралийского охотника. Это самка. Тут пишут, очевидно же, самцы сумочки не носят. Ну она просто пошла шопиться, чё такого? Блин, друзья, не знаю, вы слышите, нет, у меня тут просто боб храпит, собака. Послушайте. Короче, если он будет мешать, то простите. Но он просто так сладко спит, я решил не выгонять его из комнаты. Перед каким магазином могут быть такие ступеньки? Я думаю, перед Хуавеем каким-нибудь. Ну, собственно, так оно и написано, китайской технике. Сериал по устарину колец ищет людей со странной внешностью на роли орков. Мам, я в Голливуд. В смысле сериал по устарину колец? Зачем он нужен? Они же там по-любому всё исковеркают. Хотя, знаете, учитывая, что сейчас сериалы стали делать качественно, может быть и получится то, что надо. Жена говорит, иди с сыном время проведи, поиграй с ним. Как это произошло, говорит врач? Он сказал, что я в него на ходу не попаду, говорит сын. Ну, хотя бы в плечо, и то повезло очень хорошо. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, и ролики у нас с вами будут мемасы. Хорош ломать голову насчёт подарков к праздникам. Крутые наушники CGPods от компании Case Guru. Подарок хоть кому, хоть ей, хоть ему. Самое главное по цене недорого туалетной воды, а по функциям круче AirPods. По себе знаю, CGPods недорогие, но реально крутые наушники. Я в них работаю. CGPods стоит 3500 рублей. Аж в 4 раза дешевле яблок. Но при этом яблоки воды боятся, а у CGPods есть защита от влаги. И в итоге, не водостойкие яблочные очень быстро зарастают грязью, ушной серой и пылью. Зашквар! И яблочки после такого не отмыть, они боятся воды. А CGPods я просто мою под краном. Неглубокий кейс легко чистится. Короче, недорогие и реально антизашкварные наушники. У CGPods 5.0 прочный кейс. Аж 100 килограммов выдерживает. У CGPods Lite очень маленький кейс, но из прочного пластика. Покрытие не царапается и не пачкается. Да ещё и на ощупь приятное. Крышка магнитная. А главное, такой кейс из рук выпускать не хочется. Прям настоящий кейс антистресс. CGPods. Легче и вдвое меньше яблок. Уши вообще не устают. Наушник в ухе незаметен. И, кстати, зарядки хватает на 20 часов. Скажу так, на праздник отличным подарком будет CGPods. Потому что это лучшие ультрабюджетные аналоги яблок. В 4 раза дешевле, но в 10 раз круче. Код на скидку 200 рублей и ссылка на наушники CGPods в описании. Если ты когда-нибудь чувствовал себя бесполезным, то вспомни, что у Брэда Пита есть бейджик с его именем. Нет, ну может быть, кто-то не знает Брэда Пита. А вообще, прикиньте, каково это жить на планете, вот здесь, сейчас. И тебя знают абсолютно все. Вот просто все. Ты не можешь просто спокойно выйти никуда. Это же капец. Вот почему на планете. Они похищают людей только ночью. На часах 9 вечера, а ты только сейчас говоришь мне, что тебе нужен человек до завтрашнего урока? Канадские журналисты провели расследование и выяснили, как создатели огромного медведя на снегу в Монреале сделали ему пупак, не оставив никаких следов вокруг. Оказалось, что они сделали его кинуть несколько снежков в одно место. Блин, я промахнулся точно. Как пишет, исследование достойно Наблюдской премии. 5 сантиметров. Даже в руке держать невозможно. 7-5 сантиметров. Никого удовольствия. 10 сантиметров я пробовал и больших размеров. 12,5 сантиметров хорошо, но недостаточно. 15 сантиметров почти то, что нужно. 17 сантиметров не могу жаловать. 20 сантиметров просто великолепно. 22 сантиметра немного великолепно может справиться. 25 сантиметров давит на живот кишечник. Этот опрос был проведен американским рестораном сабвэ относительно размеров длины бутербродов. А не то, что вы подумали. Извращенцы! Как вы могли подумать? На моем канале только культурные шутки. Что? Что вы подумали, а? Если тот, кто делает пиццу... Пицайло? Тот, 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 тот делает шаурму... Шаурмайло. Шаурмайло. Шаурмайло, вообще нет. Кстати говоря, а вы когда узнали, что тот делает пиццу, это пицайло? Я только что... Если у тебя плохой день, то вспомни, что ты не тот чувак, который ведет автобус, полный потенциальных носителей коронавируса в карантин, когда за ним наблюдает мужик в полном костюме химзащиты. Ээээ... Ну вообще стрёмно, конечно. Но, по-моему, коронавирус передается при тесном контакте. Так, если его не трогать, там, не целоваться, он ни с кем не полезет, водитель лысый, то всё будет нормально. Министр котиков ушёл в отставку. Министр котиков ушёл в отставку. Зачем он пришёл? Два раза, не знаю. Все котики мира. Ну, новый возьмут. Собачки на какого-нибудь. Коронавирус. Может быть уничтожен алкоголем? Россия. Антивирус. Блин, отлично рекламный ход. Я вот только не знаю, что страшнее, стать алкоголиком или заболеть коронавирусом. Ты уроки сделал? Нет. А почему тогда уже спать лёг? Меньше знаешь, крепче спишь. Вот чё надо отвечать, поняли? Берите на заметку. Ровно 7 лет, как мы традиционно поздравляем адвоката Бьонсе с выигранным судебным процессом по изъятию этой фотографии из интернета. Жаль, что мы теперь никогда не видим эту фотографию. Адвокат Бьонсе красавец. Он сделал всё правильное. Стоп, подождите. Не понял. А, ну ладно. Кроссовки Nike, в которых установлен мировой рекорд, приравняли к допингу. Теперь у них нельзя бежать марафоны. Речь идёт о модели Nike. Короче, какой-то Nike 12 октября 2020 года. Элиот Кипчоге. В первом мире пробежал марафон протяжённостью 42,2 километра. Менее, чем за 2 часа. Он побил мировой рекорд в именно этих кроссовках с эффектом пружины, который теперь называют технологическим допингом. В 2019 году, 31 и 36 победителей марафонов, бежали в кроссовках Nike. Вот этот вот, вот этот вот. Вейпор Флай. Я выговорил всё-таки. Мне показалось написано 31-го, типа, числа и 36-го числа. В 2019 году, или там 31-го месяца. Ладно, что я несу. Люди делятся на два, типа, тех, кого бесят комочки в пюре, и тех, кто просто хочет пожрать. Я вообще пюре не очень люблю, я больше макароны люблю, потому что макароны можно заправить горчицей, майонезом, кетчупом, чем угодно. Миллион вариантов кетчупа, горчицы. А картошку можно заправить только сметаной. И, наверное, всё. Чтобы понять, насколько слабым и беззащитным ты можешь быть, просто брось камень левой рукой. А если я левша, простите? В городе Усть-Кут жильцы дома вызвали пожарных из-за запаха гари. Приехавшие на место ребята обнаружили в пятиэтажном доме русскую печку. Напишут, колодца не хватает, это я шутку вспомнил. Типа, что почувствовал он-де-морт, когда поджёг Гарри Поттера? Запах гари, хе-хе-хей. Так много вопросов, и так мало ответов. Они просто проветриваются. Я тоже так делаю всегда. Ну, типа, если жарко, знаете, а делал летом тёплые ботинки из холодильника, и можно по улице пройтись какое-то время. Хотя, может, проще шлёпки одеть? Не-не, лёгких путей мы не ищем. Кто-то? Котики всегда так мило зевают? Мой кот. Это пишет. У меня брат так зевает, зловонный своей пастью. Его бы энергию да в мирное русло. Британский мошенник спокойно покинул тюрьму через главный вход, отправив на её электронный адрес письмо с приказом о своём освобождении. Для этого он создал поддельный сайт суда прямо со своего контрабандного смартфона. Красавчик. А при чём-то поддельный сайт, я не понял. Ну ладно, в общем, идея ясна. Окей, молодец, хорошо. Задание третьего класса. Я испорчен. Ёжик от страха пытается убежать. Себаса захотел. Ну, рыба-себас, знаете. Кстати говоря, неплохая, неплохая рыбка-то нормальная. Себас. Себастьян. Кота пишет. Ну, тут сами виноваты, должны были писать букву Ё. Кота ещё пишет. Этому мему два года, а я только что понял, что там должно быть слово с ёжица. Но ты просто дорос до этого, чувак. В детстве мы все думаем на мат. Потом вырастаем и понимаем, что нет, с ёжица. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Поздравляю братишку с его первой официальной зарплатой и его первой реакцией на налоги. Ещё одна находка в Ашане. Целый день ржём с мужем. Как вам название? А зачем? Что? Как? Как так получается? Нет, это, конечно, интересно, но какой там вкус? Тот самый? Ну, в смысле... Ну, невкусный вкус. Не, я не в то, чтобы я пробовал. Ну, блин. Короче, я не буду это пробовать, чё я говорю. Родная, сегодня я сам. Подогрел ужин. Обжёгся. Помыл посуду. Облился. Вынес мусор. Просыпал. Заправил постель. Вывихнул плечо. Ну, вот, вот. Если он одеяло вставлял в поддеяльник, то я понимаю его, можно там и ноги поломать. Без тебя дома не очень. Люблю тебя. Кто-то пишет, пошёл в туалет, обосрался. Ну, это нормально в туалете обосраться. Вопрос в том, куда в тебя это всё ушло? Если в штаны, то плохо. Если на ноги, плохо. Если на пол, плохо. Если на раковину, плохо. Если на полотенце, плохо. А если прям в толчок, то хорошо. Я провалила все свои экзамены, но зато голуби избрали меня своим лидером. Что очень радует. Ну, вот, теперь только и остаётся тебе, по-моему, быть лидером голубей. А ещё ты в армию не пойдёшь. Ты баба, тебе плевать. Кто-то пишет. А не вышло с учёбы? Стань правителем голубей. Всё верно. Вот, а его тоже выбрали голуби для своего лидера. И обосрали его. Ну, наступил мороз и говно заледенило. Почему ты просто не купишь себе ПК? И ещё, знаете, ещё надо увеличительное стекло такое большое, чтобы, как бы, это как будто у тебя монитор. Да. Вы тоже видите сосульку? Косульку. Косулю-сосулю. Да, видим. Смутированный задней лапой. Психотерапевт. Уткопёс, а не существует. Ты в безопасности. Уткопёс. Уткопёс, уткопёс. Единственный в мире малыш уткопёс. У меня сейчас такой же уткопёс тут спит, храпит. Сейчас я вам ещё раз дам послушать его. Бабло вообще спит нормально. Бабоня. Боба. Бобка. Бобик. Бо. Бомбоня. Ладно, так, продолжаем. Когда попросил батю сделать костюм на утренник. И такой же другой приходит, там, в квадратики, там, в палочки, и они собираются в линию и исчезают. Здоровое питание это просто. Или как бы красить кухню. Или это какая-то современная искусственная инсталляция. Мужик не умеет готовить что-нибудь такое, ладно. Двое мужчин арестованы за кражу секретного рецепта. Это пишет. Кажется, я знаю, что это был за рецепт. Серьёзно, у него татуировка. Это так мило. Ну он преступник, пошёл в жопу, но это всё так мило. Люди, которые отправляют номер телефона скриншотом. Дай бог, чтобы вам вернулось всё вдвойне. Спасибо, что не голосовываем. Паук явно на что-то намекает. Ну да. Не это. А то он предупреждает, как бы. Моль там всякую летающую. Так зачем, непонятно. Такой нелогичный паук. Типа, он же должен на ворот ловить. Едят на кухне за столом, а не перед компом или телеком. Я на кухне за столом не ел уже. Не помню сколько, если честно. Потому что я тут себе оборудовал комнату. И у меня кресло удобное, кожаное. Стол, ноут. А и всё. И всё. А ещё гитары две лежат. Вот. Я отсюда вообще не вылезаю. Почему китайские дети не верят в Санта-Клауса? Потому что они делают игрушки. Ну да, это понятно. У тебя папа приходит с работы. И как бы он сам Санта-Клаус. Немецкий художник создал виртуальные пробки в гугл-картах. Он возил по дорогам тележку с 99-ю телефонами. Автор обманул алгоритмы Google, чтобы продемонстрировать влияние виртуальных карт на реальный мир. Ага. Так вот как оно устроено. Как он пробки? Он по телефонам определяет? Интересно. Серьёзно? То есть... Аааа. Я понял. Окей. Круто. А, да, друзья. Вот прям сейчас. Вот прям сейчас. Тыкните мне лайк. Ну, просто потому что это классно. Я буду счастлив. Если хотите, чтобы я был счастлив. И Боб тоже был счастлив. Он храпит, и он счастлив, но он будет ещё счастливее. Ткните прям сейчас лайк. Спасибо большое тому, кто это сделал. Недавно футбольные валерьщики увидели у одного из лучших игроков Ливерпуля Садио Мане старый айфон с потрескавшимся экраном. Их это поразило, ведь футболист может позволить себе покупать новый смартфон тут каждый день. В неделю он получает 150 тысяч фунтов. Но он не покупает себе парки дорогих, феррари или яхты и самолёты. Он строит школы, стадионы, покупает одежду, еду и просто даёт почти 100 долларов в месяц как помощь в семейный бюджет всем людям в бедном регионе Сенегала, где он родился. Достойный уважения, респект. Кто-то пишет, сейчас какой-нибудь Кокорин чёрный икрой от смеха подавился. Да, вы видели тачку Кокорина ещё, кстати? Там просто максимально пафосная. Ладно, скажу, тачка у него, короче, гелик, и он такой, в таком обвесе, что я увидел, думаю, ё-моё, ничего себе. Захожу однажды в арку дома. В другом её конце на стене висит камера наблюдения и смотрит на меня. Ну а тут крыша пикирует ворона, садится сверху на её корпус, мерзко каркает и хорошенько оттолкнувшись, улетает прочь. При этом камера резко поворачивается в сторону. Представил, как это выглядело на мониторе охраны, в кадре появляется левый чел. Тут камера лишённая какого бы то ни было привода, сама сама отворачивается от него ещё и со звуками. Если, конечно, звуки она может передавать, но, наверное, не передаёт, да. Хотя нет, звуки бы наоборот спалили бы причины поворота камеры, так что всё круто, да. Надо было, чтобы ещё чувак так руки вверх поднял, как будто он там, не знаю, магию какую-то создаёт. Как будто он там какое-нибудь закляние произносит и так вперёд руки, так толкает на камеру и она поворачивается. Это было бугарно. Съезжающие традиции, как это видишь ты? Первое, грустят. Второе, оставляют твою комнату такой, какой ты её оставил. Третье, ждут, что ты вернёшься. На самом деле, наконец-то этот гавнюк свалил от нас, хе-хе-хе-хей! Ты не пройдёшь! Я служитель тайного ордена, какого-то там огня. Ты не пройдёёшь! Мне кажется, я переиграл. Ну, похоже же, согласитесь. Нет, ну и ладно. Кажется, я раскрыл тайну логотипа Адидас. Да это и так было всем понятно, чего. Производители техники предложили в ФАС перенести дату введения закона о предустановке российского программного обеспечения. Они не успевают найти автора ПО, заключить договоры и провести тесты. Но это обычное дело, согласен. Доброе утро, Шарик! И тебе тоже. Привет, Кушак! Ну, я думаю, все прочитали. Вот те, кто не поставил мне лайк, когда я просил, хотя бы сейчас поставьте. Если вы смогли это прочитать, а если вы не можете это прочитать, не ставьте лайк. Когда любишь поострее, иголок натыкай туда и лавы налей. Моя суперспособность заключается в том, что я могу годами хранить всякий хлам, а потом выкинуть его за неделю для того, как он мне понадобится. Это пишет. Потом снова купить, когда он уже не нужен. И снова выкинуть. Дружелюбная Анапа. Если ты можешь вернуться до винограда, значит тебе можно его есть. Я. Пойти в бесплатную поликлинику, не понравился прием. Пойти в платную поликлинику, захожу, а там тот же врач. Навигатор, последняя модель. Какой для вас самый страшный фильм ужасов? Спуск первый, второй, поворот не за 1.5. Астрал первая часть. Два мусковых фигур. Пять с тренадцатая. Видеосъемка, два дня моей свадьбы. У меня самый страшный фильм был, это звонок, когда я был еще мелкий достаточно. Японский меня напугал. И про нормальное явление первая часть. Меня тоже напугало. Что? Что делает курица в моей школе? Вот и пишет. Она рисковала своей жизнью, чтобы получить образование. А вы судите ее, потому что она отличается от вас. Вы не толерантен! Сюрпрайз. Надо дописать мазефака. Ну это без мазефака полная мазефака, блин. Котов не понять. Глава ВТВ предложил освободить бедных от налогов. Я посмотрел много раз вариантов будущего. Сколько из них примут этот закон? Ни в одном, лол. Ремонт часов, минут, секунд, мгновений. Да, наносекунд и так далее. Кто-то пишет. Мою жизнь уже не отремонтировать. Вот вам, друзья, напоследок Боб храпит, смотрите. Он все еще храпит, да. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео вам понравилось. И вы улыбнулись. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Вам от Боба привет большой. И всем пока-пока. До встречи в следующих роликах.